Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2023 года. Будем смотреть, что же вам несет этот магический месяц, какие будут перемены в вашей жизни и, в принципе, какой событийный ряд вас ожидают. Помогут мне сегодня в этом Шок Трайп Таро, а также и Норман Силуэт. Просматриваем с вами все сферы жизни, анализируем, что необходимо запланировать, чтобы этот месяц прошел максимально продуктивно. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт? Все карты перед вами. Приступаем. Общая энергия месяца. И у вас, мы видим, здесь ложится рыцарь жезлов. То есть это будет много энергии, много мотивации. Это и стремление к новым начинаниям. И доделать какие-то проекты, завершить. Опять же, карта хаоса. Почему? Потому что здесь много активности, социального общения, перемещений, поездок, командировок. Для кого-то, возможно, смены места жительства. Ну а в целом у кого-то просто очень плодотворный месяц. Сам по себе аркан, безусловно, говорит о том, что в рамках этого периода на вас может влиять мужчина огненной стихии, овен, лев или стрелец, который будет вам содействовать в каких-то ваших начинаниях, в реализации задуманных планов. Ну и в целом это, знаете, ситуация, когда у вас кто-то воодушевляет или вдохновляет, дает такой волшебный пинок под зад. Но, конечно же, поскольку у нас аркан многогранен, мы посмотрим, какой сферы жизни он в большей степени будет касаться. И здесь, если мы видим, падает аркан дурак, все-таки это будет в вашем случае акцент на вопросы детей, все, что связано с детьми, а также на вопросы новых начинаний. Будет это новая работа, новое знакомство или, в принципе, какое-то новое у вас может быть увлечение, а для кого-то поездка в новые места. Поэтому уже энергии этого периода на самом деле будут продуктивными. Если смотреть вопросы работы, в плане работы у вас здесь ложится тройка монет. Ну что ж, работа кипит, работа идет, это главное. Без работы здесь не останетесь, это точно. Да, придется потрудиться, поскольку этот аркан указывает на ситуацию, что вам необходимо будет оттачивать свое мастерство для того, чтобы стать лучшим в своей нише. Как следствие, либо это благоприятным образом скажется на вопросах повышения и увеличения заработной платы. Ну а для кого-то, если вы работаете сами на себя, это привлечение новой клиентской базы. Конечно, не каждый из вас работает. Мы это, безусловно, просмотрим. Для тех, кто у нас и в поиске, и для тех, кто сейчас работать не может. Итак, для неработающих пенсионеров, домохозяек, неработающих студентов, королева мечей указывает на ситуацию объективной оценки происходящего. То есть, посмотрите, какие навыки, таланты, качества у вас есть, чем вы обладаете, что, по сути, можно развить. Здесь все, что может проходить, это вопросы интеллектуального труда. То есть, вы можете быть репетитором, коучем, наставником. То есть, кому-то передавать свои знания и за счет этого неплохо зарабатывать. То есть, вот такой вопрос подработки у вас здесь может состояться. Ну, в частном порядке вы, конечно же, можете здесь работать на дому. В этом случае по королеве мечей это, может быть, вопрос работы с какими-то колющими и режущими предметами. То есть, начиная там от мастера маникюра, может, там лэшмейкер, или вы еще чем-то таким заняты. То есть, там, где требуется усидчивость, терпение, сноровка. Ну, и, конечно же, умение владеть инструментом. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем. Что здесь? По рыцарю чаш. Однозначная радость. Это воодушевление. Почему? Потому что, если вы не могли длительный период найти работу, то ноябрь действительно в этом вопросе вас порадует. Эти карты, которые указывают на прекрасное деловое предложение, на вопросы продуктивности и для вас новые возможности. Если же вы у нас наемный сотрудник, то здесь по восьмерке Пентакли, в связке с тройкой Пентакли, работа кипит. И, конечно же, это все делается для вашего развития, для роста по карьерной лестнице. Еще раз напоминаю вам о том, что ноябрь в этом вопросе для вас будет крайне плодотворен. Потому что есть все шансы. Если вы хотели вырасти по карьере, то приложите максимум усилий в ноябре. И вселенная, скажем так, воздаст вам старицей. Если же смотреть вопрос ситуации для тех, кто у нас работает сам на себя, то по аркану Верховная Жрица. Здесь может быть ситуация работы или зачистки вашей черной бухгалтерии, попытки легализовать доходы. Кто-то может быть утаивать доходы. Но если смотреть по этим картам, это как не афишировать вашу деятельность, не афишировать ваши активы. Но с работой здесь у вас все в порядке. То есть работа идет, все продуктивно, все процветает. Поэтому замечательно. Если смотреть финансовую сторону вопроса. На финансы у вас падает прекрасный аркан умеренность. Карта, которая говорит о ситуации баланса доходов и расходов. То есть все будет у вас в равных долях. Вы ни в чем здесь не будете нуждаться. Более того, здесь не только базовые потребности закрыты. Здесь закрыты ваши хотелки. То есть ваши какие-то, может быть, мини-желания, цели и небольшие планы на этот период. Потому что здесь в комфорте, в гармонии. Но для некоторых из вас это может быть акцент обучения финансовой грамотности. Почему? Потому что карта умеренности сама по себе предполагает ваше стремление обучиться навыкам распределения доходов, вопросов инвестиций. И все то, что позволит вам жить в комфорте. Поэтому просто потрясающий месяц. Здоровье. По отшельнику. Ну, зачастую у нас это идет обострение хронических заболеваний, которые имели место быть. Еще кто-то может себя ощущать, знаете, как уже такая старшаяся лошадь. Почему? Потому что, ну, как будто отток сил, нет энергии, вы устали. Какая-то, может быть, у кого-то осенняя хондра. То есть это может быть влияние погоды, смены температур. У кого-то влияние гормонального фона. Ну, такой, знаете, вот по отшельнику, если смотреть, это вялость, это усталость, это апатичность, это желание закутаться в плед, пить кофе или глинтвейн, заниматься своими делами, чтобы вас никто не трогал. Но, повторюсь, это все такое проходящее. Потому что в вашем смысле, если смотреть по картам, здесь все прекрасно. Единственное, что если есть какие-то, как говорю, сезонные болячки, может быть, для кого-то это синуситы, коренгейты, ларингиты, то есть все, что касается у нас респираторных инфекций, то они могут дать о себе знать в ноябре. Но для вас, ну, это, знаете, как по сути ничего нового. У всех сезонные бывают какие-то заболевания, которые как пришли, так и ушли. Если смотреть вопросы личной жизни, вот здесь тройка жезлов. Ну, могу сказать, вы впереди планеты всей, потому что эта карта указывает на развитие, на расширение, на новые возможности, на переход ваших отношений, все-таки на более новый уровень. А для кого-то это новые социальные знакомства, так как все разные, кто-то свободен, кто-то нет, поэтому давайте посмотрим, как будет развиваться цепочка событий для тех, кто у нас сейчас в поиске. Здесь сложится паш-чаш. Паш-чаш, видите, такая вот карта, может быть, какой-то сентиментальности, родимости, но здесь действительно будут знакомства. И если смотреть по этим арканам, они для вас будут такими очень эмоциональными, теплыми, радушными. Если смотреть в целом, ну вот я смотрю, ну колоды, у вас здесь ложится, сейчас покажу, туз мечей, то это знакомство с человеком, который зацепит вас интеллектом. То есть, знаете, не такой, как все, необычный, вот именно может быть такой, как вы искали или как вы хотели. Поэтому в этом случае вас месяц действительно порадует. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, тройка жезлов и десятка монет указывают на ситуацию, стремление, что если вы в браке, там женаты вы или замужем, то это будет желание сохранить и укрепить, как предыдущие, прежние отношения, то есть семейные отношения. А отношения с любовниками или любовницами у вас отойдут несколько на второй план. Если же наоборот, вы свободны, не свободен ваш партнер или партнерша, это вы всячески будете стремиться к тому, чтобы ваше отношение подвести к созданию семьи. И могу сказать, ноябрь вас действительно в этом вопросе приятно удивит. А мы сейчас посмотрим ситуацию для тех, кто у нас состоит в стабильных союзах. У вас здесь падает десятка жезлов, тройка жезлов. Это как совместно навалить себя друг с другом бытовыми обязательствами, рядом каких-то задач, ситуаций. И у вас настолько будет активна социальная жизнь, что, к сожалению, не всегда будет хватать времени и внимания друг на друга. То есть это может быть ситуативно, если у вас там есть дети или внуки, когда вы сконцентрированы на них, на их задачах, их ситуациях, их, может быть, проблемах. То есть там секции, там обучение, репетиторы, там еще что-то. Плюс у вас может быть работа, бизнес. Такая ситуация хоть разорвись, потому что здесь это аркан, который показывает, что да, всем сложно. Сложно, допустим, вашему партнеру или вашей партнерше. Очень много обязательств. И тут хоть бы выкраивать периодически время для себя, для вашего общения. Это не говорит о том, что у вас в отношениях будут какие-то сложности. Это просто акцент на нехватку времени и внимания друг для друга. Если мы будем смотреть с вами рекомендации, у вас на рекомендации падает четверка монет. Она вам говорит о желании, о стремлении сохранить стабильность, сохранить структуру, все то, что вы имеете. Плюс позаботьтесь о себе. Акцент на укрепление вашего иммунитета, акцент на сохранение ресурсов, при умножении денег, а также на сохранение вашей стабильности. То есть это ваше все. Потому что стабильность это ведь не только деньги, это не только здоровье, но для кого-то и отношения. То есть стабильность во всех сферах жизни. Ну и допустим на работе в том числе. Если будем делать с вами акцент, то есть наиболее знаковые сферы для вас это финансы и вопросы здоровья. То есть они в большей степени у вас будут отнимать вашего внимания, энергии, сил. Ну а мы сейчас еще проанализируем неожиданность периода. Итак, что у вас здесь? Солнце, развилка и падает карта собака. Дно колоды, якорь. В большей степени у вас вопросы и ситуация будут касаться выбора направления работы или может быть осваивания дополнительной сферы деятельности. Для кого-то это может быть новое хобби, которое впоследствии вы захотите монетизировать. Но если мы будем смотреть, солнце, развилка и собака, это как выбрать для себя новый путь служения. В прямом смысле этого слова. То есть то, что для вас будет более комфортно, более ярко, более сочно. И как следствие, где вы сможете больше зарабатывать денег. Опять же, поскольку у нас карта якорь, это не только бизнеса работает. В принципе, вопросы стабильности. Если мы будем рассматривать этот ряд с точки зрения состояния здоровья, то для себя находить какие-то альтернативные, нетрадиционные способы восстановления здоровья. То, что это может быть энергопрактики, это могут быть, не знаю, какие-то гомеопатии, еще какие-то нюансы. То есть у каждого свое. То, что вы для себя приемлете и то, что вам рекомендует ваш лечащий врач. Почему альтернатива? Потому что по аркану собака то, что позволит быстрее вам восстанавливаться, регенерировать ваши клетки, омоложаться, чувствовать себя более, ну знаете, как свежими, более моложавыми, более здоровыми. Если смотреть с точки зрения личной жизни, то это карты, которые указывают на ситуацию, понимание и осознание, кто вам друг, кто враг, а кто просто так. Если это касается вопроса любовных треугольников, это делать выбор в пользу тех отношений, где вам партнер или партнерша верни, где вас ценят, где вас любят, холят или лелеют. Если же это касается стабильных связей, то здесь это такая попытка, знаете, хоть разорвись. То есть или работа, или отношения. Но собака это выполняет свой долг, то есть перед детьми, перед родителями, перед общественностью. Поэтому, к сожалению, на личную жизнь здесь будет очень-очень мало оставаться свободного времени и внимания. Но в целом, если мы видим, месяц у вас продуктивный, плодотворный. Я хочу, чтобы так это и осталось. Поэтому закроем вам все это дело соответствующими арканами. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода, маякуйте, напишите, как для вас отозвется эта информация. Срезонирует она с вами или нет. Если необходимо, смотрите также по асценденту. Кстати, часто многие спрашивают, как понять все-таки, что резонирует больше асцендент или расклад по солнцу. Здесь вам необходимо в рамках 2-3 месяцев смотреть расклады, допустим, для двух знаков зодиака, чтобы понять, какой из знаков вам в большей степени наиболее точно дает информацию. И тогда вы уже безошибочно сможете смотреть те расклады, которые вам будут яблочком. Я вас благодарю за внимание, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.